Как пример, да, здесь не видно количество просмотров, но видно количество, сколько людей поделились, уже знаете, да, что это очень большой процент, там какой-то ролик миллион с чем-то, какой-то там около миллиона, и мы их выкладываем, не знаю, что там за такой 25-й кадр в начале, но он работает, мы вообще ничего не меняем, просто набираем, набираем. Но я хочу, чтобы вы услышали, есть вот такие ролики, с которых придет много нецелевых подписчиков в том числе, а есть ролики, которые наберут, могут вообще даже в моем большом аккаунте набрать там 2000 просмотров, это очень мало для моих акватов, но это экспертный рилс, который смотрит меньше людей, и с него купят больше на более высокий чек, понимаете разницу? То есть не гонитесь за количеством просмотров, а гонитесь за количеством продаж с этих роликов. Ну не гонитесь, а, скажем так, анализируйте это. Сейчас тренд на социальные ролики, кто на меня подписан в соцсетях знает, что я в 23-м году несколько роликов таких делала, здесь не только мои примеры, например, я для того, чтобы вдохновить своих учениц в онлайн-школе, выходила на улицу и просто из зоны комфорта, например, ходила с гигантским бантом, потом с крыльями ходила, потом у меня есть история, когда я читала стихи на покровке, и у меня был челлендж, я зарабатывала непривычным для себя способом деньги на обучение, то есть когда мне говорят люди, у меня нет денег, чтобы поменять свою жизнь, я говорю, значит, ты просто не хочешь. Я вышла на покровку и за три часа заработала 3,5 тысячи, читая стихи. Стихи выучить и читать может практически любой человек взрослый, да, у кого есть голос. Я доказала таким образом, что даже если очень страшно, но очень хочется, заработать можно. И такие ролики, да, их смотрят, повышается лояльность. Мне писали после этого социального эксперимента даже мои коллеги-конкуренты, которые только следили, но никогда мне не писали, писали благодарность, что я их просто вдохновила на то, чтобы идти в свой рост, там, и так далее. Очень приятно было. Причем такая приписка. Можно никому не показывать этот комментарий, что это я написала? Я говорю, хорошо. Вот. Тренд на искренность, уязвимость и неидеальность. Есть такое у многих, да, что я вот сравниваю себя с другими. Там вот она молодая, стройная, красивая и так далее. Я также зашла 7 лет больше в Инстаграм назад, и мне казалось, что я слишком старая, некрасивая, неинтересная. Никто не будет на меня смотреть, там же все такие вылизанные. А кто помнит в начале Инстаграм, там реально были одни маски, одни сделанные девочки и так далее. Вообще я себя не показывала. И когда я себя показала первый раз, этот пост набрал больше всего просмотров, лайков, комментариев. И я поняла, что я интересна людям. И с этого началось, тоже начался мой рост. И могу сказать, что именно благодаря соцсетям я изменила сильно свою жизнь. Не просто финансово, это все вторично. Я разукрасила свою жизнь, я ее разукрашиваю каждый день. Не для того, чтобы подстроиться под запросы аудитории, а для того, что о чем еще я могу вдохновить людей, как еще я могу показать, что так можно. И я правда меняю этим жизнь людей. Даже не тех, кто идет обязательно ко мне на обучение, на мои тренинги, программы. Просто тех, кто смотрит. Это уже круто. Это уже стоит того, чтобы проявляться. Дальше. Онлайн-образование. Это тренд. Кто думает о том, чтобы начать обучать или онлайн как-то продавать свою экспертность? Круто. Онлайн-образование только растет. Это секретная статистика гид-курса, так как я учусь у гид-курса в том числе. И здесь виден рост школ. Можете себе заскринить, потому что здесь есть наверняка какая-то ваша ниша. И разные ниши растут по-разному. Естественно, ниша профессии всегда растет быстрее. Удивительным образом в 23-м году выстроила астрология, хотя нечем удивляться. Хобби у нас так себе, но у меня заработок на хобби, поэтому я отношу себя к профессии все-таки. И поэтому мы тоже выросли. Ну и фитнес, финансовая грамотность, эзотерика очень выросла, кстати. Вот. Дальше. Оставайтесь в нескольких социальных сетях. И это может сейчас у вас такой хобб, упадок энергии, грусть, печаль. Я одну не могу вести регулярно, а тут нужно во всех быть. Так вот. Начните просто, во-первых, вести регулярно хотя бы одну соцсеть. Начните с нее зарабатывать. Постройте хорошую воронку, вечную зеленую, которая будет вам приносить доход. И с этого дохода вы можете взять себе одного человека в команду в контентный отдел. Второго человека. Сейчас у меня в команде работают... Ну, я даже в контентном отделе некоторых людей не видела на глаза. Но важно, что я начинала одна. Я не пришла с каким-то большим бюджетом. Я вообще начинала с нуля. Я взяла 100 тысяч рублей из семейного бюджета, который мы с мужем трепетно копили на семейный отдых. И вложила его в себя. Ну, с его согласием. Вот. И, конечно, окупилось это уже, я не знаю, во сколько раз. Поэтому все соцсети можно охватить. Тем более сейчас не нужно быть очень разным везде. Главное быть честным. И вы в каждой соцсети найдете своих подписчиков, своих поклонников, своих покупателей и клиентов. Дальше. Трэмп на донаты. Это вообще история, которую я сопротивлялась в 23-й год. Я об этом знала уже, но не применяла, потому что как-то не понимала. У меня вроде и так продажи идут. А на самом деле я обесценивала ту пользу, которую даю каждый день. Я очень много даю бесплатной информации. Я вчера в запрещенной сети сделала разбор в сторис, который можно просто зайти посмотреть. И, в принципе, оттуда уже взять для себя очень много полезного для продвижения в Телеграм-канале. И я за это просто даю пользу. Аудитория ко мне повышается лояльность. На самом деле людям надо дать возможность вам заплатить. Вот давать бесплатно очень важно. Это такой баланс. И когда вы даете бесплатно, вы еще должны дать возможность людям вас отблагодарить. Они не все могут решиться пойти... У меня средний чек, там, где-то 50 тысяч рублей на обучение, да? Тренинги у меня от, там, 15 тысяч начинаются. Не тренинги, а, ну, курс по духовному и личностному росту. Ну, наставничество я не беру, это премиум вообще сегмент. И люди с удовольствием приводят донаты. Кто 50 рублей, кто 200, кто 1000, кто 5, кто 10 тысяч. Да, это для меня в моих масштабах, ну, какие-то незаметные деньги. Но, во-первых, вы даете возможность людям не остаться у вас в долгу. Это очень важно. А, во-вторых, это все равно деньги. И они уже совершили с вами первое касание. Вы же понимаете, что очень важно, чтобы люди купили хотя бы что-то у вас, чтобы потом пошли на высокий чек. И донат, это как такой трепвайм. Агрессивные продажи сходят на нет. Но это когда я бы сейчас вышла и говорила только о себе, только о том, какая я крутая, и идите у меня покупайте. Ну, прям покупайте, вы все сдохнете в нищете, если вы ко мне не придете. Понимаете, вот просто вы будете все нищебродами. Вам нечем будет кормить детей, вы понимаете? Кто застал такие времена, когда так продавали? Я точно, и до сих пор я это вижу. Вы просто будете сидеть в этой луже, ты вообще не ученый, и так и останешься никем. Вот, просто дети твои там с голода помрут. Конечно, нет уже, так не работает, и нас, ну, передергивает уже от таких. Я пролистываю. Продавать надо обязательно, и это нормально. Если вы боитесь себя продавать, значит, прорабатывать надо идти. Денежные блоки, самоценность повышать. Однозначно у вас там что-то есть, проблемы в роду, возможно, да, среди тех, кто продавал, и так далее. И по любви это значит, вы как раз вот уязвимы, открыты в соцсетях, вы честны с собой и с аудиторией. И тогда люди покупают любой ваш продукт. Я когда-то начинала как эксперт онлайн-школы по декору. Я обучаю профессии. И я тренер по духовному и личностному росту. Я наставник для экспертов. То есть ко мне приходят и покупают все эти продукты аудитория. Им просто понадобилось какое-то время для того, чтобы привыкнуть, что я могу еще что-то, кроме того, чтобы создавать декор, обучать. А тренды нейросетей. У меня, кстати, подарок для всех. Мы подготовили гайд. Сейчас долистаем быстренько. По нейросетям. Очень хороший гайд. Сгенерирован нейросетью. Я купила обучение для команды. Я обучаю не только себя, но и свою команду. И нейросетями пользуемся сейчас. И хотим даже сделать на обучение мой аватар. Я уже не хочу снимать все. И будет просто мой аватар вести некоторые блоги. Много что можно делать с нейросетями. Вы скачаете гайд. Там есть прям какие нейросети текст пишут, какие картинки генерируют. Вам будет полезно тем, кто хочет продвигаться дальше. Ну и, конечно, тренд на проявленность. Я здесь стою для того, чтобы проявляться больше. Для меня онлайн это такая знакомая для меня атмосфера. И живое общение немножко было как-то забыто. Поэтому я вышла в оффлайн и стала больше проявляться. Я регулярно хожу на телевидение, на радио. Даже своего папы ему 87 лет. Увековечива на экране. Он просто уникальный человек для того, чтобы его как можно больше людей увидели, услышали. Вот это я на улице как раз читаю стихи и собираю деньги. Можно дальше? Бегом. Ну и проявленность это большие деньги. Когда-то я начинала в 2017 году, зарабатывала 50 тысяч рублей. И на данный момент, в 2023 году, моя школа декора только на обучающих программах творческих у нас оборот. Вот вам не видно, около 16 миллионов рублей. Это не много и не мало. Это просто моя данность. Но это классно для творческой ниши однозначно. Потому что не все могут этим похвалиться. Можно дальше. И тренд на высокое состояние. Это суперважно. Об этом как будто бы чуть-чуть вроде сегодня уже было. И скажу еще. Бесполезно вообще что-то делать, если ты на минусах. Если у тебя в глазах только дефицит. Что мне недостаточно. Что денег мало. Что клиенты не придут. Мне надо срочно заработать. Когда вы действуете из страха, из дефицита, то вы это и притягиваете к себе. Таких же клиентов, не способных покупать и так далее. И когда ко мне приходят на разборы и наставничество. Первое, что я говорю, когда ты последний раз отдыхала. Пока у меня только женщина. И собственно первое, куда я их отправляю, это отдохнуть. Я тот человек, который пример того, как можно много вроде как работать и все успевать. Но при этом у меня много увлечений. Я путешествую 7 раз в год. И занимаюсь творчеством. На лошадях скачу, с парашюта прыгаю и так далее. Все реально успевать. Надо делегировать и разрешать себя. Дальше. Можно ко мне попасть на бесплатный разбор. Вот сейчас продажи. Что могу дать? Подсветить вам ваши точки роста. Не только в социальных сетях. Но увидеть то, что вам мешает именно в мышлении. Потому что я эксперт по работе с мышлением. И благодаря этому, собственно, я и выросла очень сильно. И также мы с вами создадим, пропишем такую прям стратегию развития на 2024 год. Куда идти? По продукту поговорим, по продуктовой матрице, что у вас есть. Потому что многие эксперты видят только горизонтальное развитие. Они вообще не видят, что вертикально расти быстрее. А не только в горизонт. Надо еще бизнес. Надо еще клиентов и так далее. А расти можно вообще по-другому. Дальше. Надеюсь, что вы записались. Еще буквально подарочек там, по-моему, будет. Можно следующий. Да, и у меня есть новый проект. В Нижнем Новгороде я записываю видеоподкасты с успешными людьми. Ко мне можно прийти в профессиональную студию. Мы записываем видео. И я выкладываю их. То есть делюсь своим трафиком, своей аудиторией на YouTube-канал, где 40 тысяч подписчиков или даже больше, я уже не помню. И в социальных сетях. Записаться тоже можно дальше. Вот сюда можно заполнить анкету на подкаст со мной. Беру только тех, кому есть чем полезным поделиться. Прямо рассказать свою историю. Дать какую-то пользу, экспертность. И мы до встречи на подкасте обязательно говорим о вашей продуктовой линейке, чтобы вам было что продавать моей аудитории. Дальше. И гайд по нейросетям. Это мой маленький еще пока телеграм-канал. Потому что у меня есть основной подекор. Сейчас есть еще вот канал, где я как эксперт и продюсер и тренер по мышлению. Добавляйтесь. Там можно, во-первых, заполнить тоже анкету на разбор и получить в подарок гайд по нейросетям. И еще один подарок, где искать команду бесплатно. Вот прям супер гайд, где вы сможете найти ссылки, где можете размещать свои вакансии бесплатно.